Наш фирменный туалет. Привет. Мы с Романом. Сначала у нас миссия помыть машины. Начнем с папины. Ее помоем. Потом мою помоем. Потом будут у нас еще дальше дела. Да, Роман? Машина грязнючая. Что внутри, что снаружи. Я ее уже сто лет не мыла. Саша тем более. Почему он сам не моет? У него времени нет. Он считает, что ему и так пойдет. В общем, поэтому, по-моему, я сто лет на ней не ездила уже. Ну, дожденька. Ну, не сто лет. Сколько у меня машина. Столько я и не ездила. Все. Поехали. Поедем. Пока огни. Давай. Еще у нас два. Так надо. Давай. Что за моська? Поздоровался с ребятами? Да. Дверь вот эту закрой, пожалуйста. Дверь вот эту закрой, пожалуйста. В общем... Ой, Рома хлопнул как. Убираюсь вот такой вот штукой. Первый раз вот такой в экшине покупала. Не знаю, как он. Сейчас посмотрим. Пыль вот эту вот. Все с решеток должен везде... Ой, господи. Везде вот это вот все убрать. Посмотрим. Ну, так вроде чисто после него. Сейчас посмотрим. Где-то вот тут вот, да, особенно грязь. Вот это вот все. Ой, слушайте, как хорошо. Не зря его рекламировали. Я в темо тоже видела такие штуки. Потом в экшине увидела, что-то покупала. Видела, думала, ой, какая классная штука. Попробую. Ну, по рекламе, соответственно. Это так-то я первый раз ее попробую. Очень хорошо. Вот эти все труднодоступные места вот эти. Саша, конечно, есть где здесь разгуляться, почистить. Потому что пылюка уже, я, как сказала, уже давно не убирала здесь. Потом нужно будет пройтись вот эти все места хорошо. Стеклоочистителем. Так, вот здесь тоже вот эти кнопочки все. Смотрите, видно, что она прилепляет. И она такая, смотрите, не липнет к рукам. Я думала, она будет какая-то, знаете, как к сопле. Не, нормально, приятно. Как, не сказать, что приятно, но нормально. Не противно рукам. Видите? Вот эти вот все, особенно вот постоянно туда же пыль вот эта вот вся. Мама? Ну что, одну машину помыла, блин. Уже нужно переодеваться. У меня кроссовки грязные. В общем, пропотела все, пока мне себя помыла. Так тяжело. Я же еще вручную их мою. Я не автоматическую мойку вот эту загоняю. Ну, потому что мне автоматическую они очень нравятся. Все равно где-то остаются следы, где они нехорошо, в общем, промыли и всякое такое. Если машина чистая, можно ее загнать так, освежить, так сказать. А когда грязное, лучше самой вручную помыть. В общем, Сашну помыли машину с Ромой. Ром поигрался. Теперь он пошел домой. Я его высадила. Сосед пришел, сказал, нужно парковку освободить, потому что они сейчас базу, экскаватор, наверное, маленький привезут. И на парковку поставят. Будет же раскапывать там. Говорит, не знаю, хватит одной парковки или две парковки. Ну, я на всякий случай перепарковала машину на улицу, в общем, не на нашу парковку, а на нашу улицу. Рядышком, Сашну. Так что у Саши теперь тоже парковки не будет. И только своей теперь. Свою помыть надо тоже. Тоже грязнючая вся. Уже, знаете, листьев нападала на нее. Не буду мыть. Перемыла машины. Чистенькие. Пропылесосила, пыль вытерла. В общем, навела марафет в машинах. Там уже привезли нам багр. Стоит на центральной улице. Здесь лучше ставить. Экскаваторы. Маленькие. Так что с понедельника начнутся работы в полном ходу. В общем, мои мальчишки захотели пиццу на обед. Я им спекла. Ну, не сама спекла, а это, который в замороженном магазине продается. Ромка меня любит вот такие мелкие. Мальчишкам. Вернее, Саша еще спит. Ему потом пожарю. Тогда вид кипится. Я сверху еще сыплю всегда приправу для пиццы. Тогда она вкуснее. И еще сыра. В общем, побольше. Так сверху сыплю. И тогда она вроде как мальчишкам больше нравится. Сейчас порежу им. Будто не обедать. А я доедаю свой, свое мяско вчерашнее, стейк на обед. Вот так вот он наш проснулся. Кушает тоже. А речи у нас. Положили ему ягоду, в общем, в этот. А он не хочет заходить, потому что знает, его закроют. И Рома там ягоды ест. И он пытается кроме туда Ромины урвать ягоды. И хочется ягодки, скажи. И заходить неохота. Туда-сюда летает. Он у него там. Я ему уже показала. Говорю, у тебя лежат ягоды. Он, нет. Он, смотри, как уже хочет туда Ромины. А Рома ему говорит, что иди отсюда. Это мои ягоды. Идем. Я тебе дам. На. Я тебе дам. Ну, пока что. Идем. Я тебе дам. Идем. Давай, пускай заходит уже время. Четвертый час, все, летаешь. Да. Смотри-ка, смотри. Вниз. Да, Речи? С утра. Ну, конечно. С самого утра до четырех вечера уже летает. Часа в два максимум его надо закрывать. Чего? Ну, хватит ему. Он потом начинает бездельничать. Лазить уже, не знает, чем заняться. Начинает грызть все подряд. Полетал чуть-чуть, размялся и хватит. А я собираюсь в русский поеду. У нас чай закончился. И Саша там будет у них каши варить. И там, когда в ночь работают, иногда готовят. У них есть кухня на работе. И вот у Саши коронка, это его хинкали. Он из красной упаковки. И соус делает. В общем, он больше ничего не готовит, да? Или готовишь что-то ты еще? А, стейки еще можешь пожарить. Да ладно, ты там только хинкали готовишь с соусом. Ну, в общем, нужно купить. Он мне спецзаказ сделал, чтобы я ему купила хинкали. Он сегодня ночью будет готовить. Почему завтра? Завтра не едешь. Ну, ладно, в общем, я поехала в русский. Там с вами увидимся. Увидимся. Ну, все, вот, парковку занял. Встал. У нас тут такой грязный. Хотя, в принципе, мог бы поближе куда-то встать. И залезла еще одна машина бы. Ладно, как встал, так встал. Смотрите, как я быстро, да? Я уже закупилась. Что купила, показываю. Вот эти хинкали Саша берет. Вот они. 3,15 они у нас стоят. 400 грамм здесь пачки. Розовые помидоры. Сейчас у меня еще черную редьку взяла. Кефир взяла. Вот такой вот сыр взяла. Вот этот вкусненький. Потом филе сельди вот такое. Капуста вот эта вот мне очень нравится. С клюквы вообще классная, вкусная. Пацаны мои любят вот этот сыр косичкой. Печеньки. Роме взяла. Потом колбаску. Вот эту давит у меня, любит очень. Куриная, докторская. Потом огурцы. Вот эти мелкие. Потом творог мой любимый, как всегда. Тамленный, вкусный. 1,79 творог стоит. Огурцы стоят. 3,99. Айран. Это ли что они тут разведывались на этих рабочих машинах. Чая вот этого больших пакетов нету. Пришлось вот это последнее забрало. И укропчик 1,79. Пычок. Все. Сплатила 71 с копейками. Слушайте, на улице как. У нас тепло прям, прям, плюс 17. Я вот в ходе в одной. Прям классно-классно. Не ветра, ничего. Я с утра себе прическу сделала. Вернее, ну как, чуть-чуть подытывала ее. Не мыла голову, потому что было вчера мыла. Каждый день тоже наизажим мыть. И потом начинает она жирнеть еще быстрее. Ну и в общем, так немножко выложила. Так пышненько было. Но пока... Ой, господи, куда носит ты едешь? Но пока я работала. Ну, вернее, машина была, так сказать. Я работала, не работала. Что это значит? И... У меня вся прическа вот такая вот. Ну, какая есть. Не всегда же мне пышистый. Правда? Так, Саша сейчас опять в ночь. В общем, еще два ночи ему отработать. А потом... Потом вроде как у него должен быть отпуск. Но я боюсь об этом говорить и думать, потому что он такой непредсказуемый человек, может отпуск свой поработать еще взять. А, я пару дней поработаю, потом возьму его отпуск. Не так. Ну, надеюсь, что будет у него отпуск. Хотя бы там пять дней у него, по-моему, или шесть дней будет отпуск. Отдохнет немножко от работы, а то он, блин, уже уставший у меня прям. Все, сейчас Роман все рвется к бабушке. Я говорю, блин, мне некогда тебя бы даже к бабушке сводить. Ну, что, вот приедешь на пять секунд. Я говорю, давай дождемся, дождемся, когда папа наш будет отдыхать, все вместе сезнем спокойненько, чтобы не спеша. Ну, не знаю, сейчас пойду, наверное, продолжаемся, просто погода такая хорошая. Чего ребенку сидеть, правда? У нас все ремонтируют. Здесь ремонтируют, никак не отремонтируют дорогу. Вот мы тут. Вот тут все перерывы, с этой стороны. И получается, что я вот сейчас проезжаю по автобусной остановке, потому что там сзади дыра прямо. Я не знаю, я сейчас не развернула, чтобы посмотреть. Приехала, припарковала машину и до разминочка своего рода, да? Парковки нет рядом. Чуть-чуть вынуждена, но прошелся. Я не против пройтись. Сейчас, наверное, точно чаю попьем и пойду Романа возьму, прогуляюсь с ним немного. Пусть подышит, побегает немного, разомнется. Я сумку оставила возле подъезда и поехала дальше парковаться. Так, ну мне тут пришла посылка. Сейчас откроем месте, пошумлю вам. Что я себе заказала, смотрите. Очередная безделуха. Да, очередная безделуха. В общем, мы недавно с Сашей ехали ночью и шел дождь, и я плохо видела, и Саша мне сказал, тебе нужны желтые очки, чтобы ездить за рулем, потому что все слепило, отсвечивало, и вообще мне надо зрение проверить, потому что у меня очень ухудшилось, оно так сказать. у меня тоже очень ухудшилось. Не волнуйся. Ромка, отвернись. Какой, похоже, видишь? Все, поверните, Ромка. Папа этот наш. Жаль, что вы не видели в этот момент. Ну, в общем... Я тоже очень долго в одну сторону саду не получится зрение, из-за этого. Извините, но мне тоже надо. Он мне вчера говорил, мне надо очки, я как очкарик у Газнатачки. Я говорю, не ладно, очкариков очкариками называются. В общем, очки... Не искрепи. Снимай же. Очки я еще не видела сама. Какие... А что это за наклейка такая? Странная. Когда она очки сверху клеишь на стекло. Зачем? Нет, она какая-то этот... знак там какой-то... непонятный. Может, это что-то видеть через очки. В общем, вот такие вот взяла себе с желтыми стеклами. Потому что... Ричи! Ой, Гоша! Что происходит? Никто знает, что за паника. Пустите меня, козлыка. Гоша, ты что? Посмотри, очки посмотри внизу. Сейчас посмотрим. Ну-ка, ребят, давайте вместе. Сейчас. Ромка, отходи. Ой, я вижу, что тут? Тут вижу пальмочка какая-то нарисована. Остров какой-то. Покажи. Через очки видно. Подожди. Ну, в общем, смотрите, какие у меня очки. Я говорю сразу на какой-то жабу. Такие они огромные. Я почему-то думала, что они будут меньше. Вообще, вот такая форма, чуть меньше, она мне идет. Но эти слишком небольшие. Но, в принципе, какая разница, да? Кто-то меня ночью за рулем видит. Главное, чтобы видно было хорошо. Ну, не знаю, как-то. Непонятно. Ну, что надо дома сидеть? Не в чем разъезжать. Так, я ночью дома сижу. Только если с тобой. Без тебя я никуда не езжу ночь. Так что не рассказывай мне сказки. Следи за ней. В смысле ты этот? Ты что? Муж. Муж и я. Давай. Муж очень любит очки. Ой, тебе хорошо, слушай. А я вижу лучше. Под лицу все к лицу. Вот туда с этой. На этот остров. Посмотри. Видно тебе его? Угу. Да? Как? Мне тоже они нужны. Не нужны тебе. Тебе сразу все. Он любитель у нас очков. Сразу же. Нет, мне лучше. Даже если людей видит в очках, он сразу им такие комплименты отвешивает. Сразу. Ой, какие у тебя очки. Нет, у меня не подходят. Это для... У меня не нужны очки. Обязательно. Нет, это маме в машину пойдут очки. Они мне нужны. Там едешь, когда дождь, все мокрое, все отблескивает. Вот видите, кстати, вот такое вот стоит книжечка, что это именно не для этого, да? О, какая красота! Книжечка. Это бабка нам наша. Мой. Да, раньше как-то он. Первый раз дал такие очки желудки. Они правда в сумерки. И ночью, когда отблескивают, помогают хорошо. Сегодня шоколад не ест. Видите, с виноградиком сегодня чай кьет. Я утром его ждем. Шоколад? Нет, да. Чтоб сегодня не есть. Да? Чтоб сегодня уже ест лукой. Ну, на ночь, чтоб не есть. Так, тут даже сумочка вот есть, смотрите. И тряпочка для очков. Вообщем, эти очки стоили, блин, не соврать, 10 евро, да. Да, 9 там с копейками. Вот так вот. Так что. Я теперь с очками, если Роман Александрович, конечно, отдаст мне их назад. Я близко все вижу лучше. Лучше, лучше и лучше. Очень лучше вижу. Они мне нужны. Хорошо. Мы с Александром тут планируем. Вернее, размышляем. Как он... Не про то, Александр. Он просто эти глупости всякие рассказал сейчас. Как же будут проходить наши будни без туалета? А, да. Ром, нажми паузу, пожалуйста. Веселые деньки будут. Да. Как же мы будем зубы чистить? Саша говорит, так я же в день не один раз зубы чищу, я их чищу 10 раз. Не ехать, ну. Ну, после каждого приема пищи точно. Да. А сколько я не ем? Да. Почему ты 10 раз не ешь? В общем, зубы чистить, умываться. Я же еще дома буду, в отпуске. А, да? Может, уедем куда-нибудь? Да. Давай мы едем куда-нибудь? Да, со мной. Нет, ты дома останешься. Эй, я с вами. Я с вами. В общем, Александра, отпуск. У нас канализацию должны, вроде как, обещают, что будет 8 утра, они будут отключать, убирать трубу. и вечером, там, до скольки они работают? До 8 или до 5? А, до 5 это нормально. Слушай, еще можно как-то прожить? Слушай, ну, он еще и паузы будет делать. Ну, в паузу, я не думаю, что они будут, пока паузу, там, трубу подсоединять какую-то. Это же им, сколько времени надо эту трубу туда засунуть назад. Хочешь, у них будет живая этот, как у нас, тихий час? Нет. Сейчас он там, или до двух, до скольки он идет? Ну, просто эта труба сама, ты представляешь, какие масштабы? Трубу будет, он подсоединяет будет шланг, это 3 минуты. Да? А, тогда ладно. И в тихий час он все равно не может работать и шуметь, они будут подключать, то будет, то или шланг там какой-то и ехать на обед. Понятно. Ну, в общем, размышления у нас, конечно, но у нас стоит, да, на парковке этот Дикси, ну, или как правильно, Дикси же, да? А то я уже думаю, господи, что-то есть. это фирма такая, Дикси. Туалетов, это биотуалеты вот эти. Ну, знаете, как-то мне уже, я уже представила, как соседи стоят в очереди в этот туалет, если желание пропало. Да. Сашки, я уже решила абонемент взять Саши в этот туалет за дедом за занятие. Не знаю. В общем, как это все будет проходить? Если кто-то там ест, вы извините, да, за такие интимные подробности, ну, вот такие у нас размышления. Думаю, может быть, съездить в строительный магазин, купить какое-то ведро или что-то для детей хотя бы. Ну, не знаю, в общем, будет весело нам в ближайшие пять дней. Хотя, Димка сказал, что может быть, они говорят, в ближайшие три дня сделают быстро, а потом уже дальше работать будут. что, трубу просто поменяют, а дальше будут там заделывать из-за этого, что постараются как можно быстрее просто трубу эту заменить. Остальное потом дальше будут заделывать. Он сказал, в неделю должно уложиться. А потом еще у нас новость. Потом у нас перерывают, должны перерыть нашу всю улицу полностью. Там водопровод что-ли будет менять или что-то. В общем, водоканал какой-то будет менять. И не знаю, насколько это будет. Что, ну, как бы у нас канализация будет работать, надеюсь. Но парковка не заедешь сюда, в общем, на нашу улицу не будет. Ну, уже ладно. Хотя бы вода будет уже легче. Вот так. Ой, господи. Есть какие-то эти идеи? Посоветуйте, как быть, как жить без канализации. Вот так. На ночь вроде как будут включать нам. Вода-то у нас будет, у нас просто нельзя будет сливом пользоваться, да? Ну, что мы с Романом вышли, поедем, сейчас ездим в Баухаус или Баумарк, как он там называется, в Глобус наш. Все-таки решили ведерки прикупить на всякий случай, потому что, ну, дети у нас очень брезгливые. Прикупим ведра с крышками. Я извиняюсь за такие интимные подробности, но как есть. И потом пойдем погуляем. Ехали в Глобус Баумарк. Тут уже, смотрите, новогодние эти декорации продаются. Здесь что? Пойдем. Здесь надо найти главное, где это все. ты моя любовь. Вот так интересного. Да? Как я могу забыть? Так, краска. Я не охота была, зря не охота была. Зря не охота была? Один сюда. Один раз в год, да? Да? Редко мы тут бываем. Один раз в год, да. Почти. На отдел не можем мимо пройти. Кактусы, да? Красивые. Стравится? Как он такой? И орхидеи такие маленькие. 14,99 орхидея такая маленькая стоит. Это уши что ли? Ну, так, не знаю. Вот смотри, какие они красивые. Только не вздумай тронуть, да? Они мелкие-мелкие иголочки могут. Потом не достанем. Хэллоуин. Чем сильнее курят. Так, цветочки красивые. Разные. Хорошо, сынок. Догоняй меня. Красота, красота. Ух ты, какой цветок. 89,99 стоит смотреть. Какой-то необычный. Мне кажется, речь мне его погрызет сразу. Там паутины уже сплели пауки между листьями. Алоэ какое. Ой, какие орхидеи разноцветные, да? Но это на один раз они разноцветные. В следующий раз они будут белые, Просто, по-моему, так. Какие цвета яркие. Да, просто белые будут, наверное. По-моему, так. Если нет, поправьте меня. Вот эти мои мне очень нравятся женские счастья. Даже какие огромные. Не археолы, а орхидеи. Орхидеи перед цветом потом. Ну, они отцветают, потом, в следующий раз, когда цвести начинают, они уже другим цветом цветочки. Ну, мама, или что такое? Ну, еще, кто бы сомневался, это для цветка, Роман, она тебя не выдержит. на баскетбол или нет. Ну, вот, на баскетбол будешь ходить. Для чего он тебе? Вот, смотри. Сколько они стоят, такие штуки? Не нужен такой. Для чего тебе вот этой ерундой заниматься, дома будешь? 8,99 вот такой. Вот, видишь, 8 евро он стоит. Нет, откуда ж? Вот такая кругленькая 12,95 Нет, разные цены, Роман. Смотрите, такие штучки есть, вот это для меня как раз таки, чтобы не переливать, да, когда показывается этот, как это индикатор, как, ну, в общем, когда нужно поливать, чтобы не перелить, насколько сухая земля. Смотрите, какая красота продаются, да, во дворы? А тут нужно просило, конечно. Мне украсили специально, чтобы новогоднее все. Красиво? Мы свою елку, кстати, здесь покупали. Надо будет нам в этом году елку другую или живую покупаться, или какую-то искусственную, новую, потому что я свою выбросила. Да, подарочек берет или дает. Кого? Нет, не надо, Роман, ты разобьешь уже, сколько раз покупали, он сразу первый день их разбивает. Сколько такая штучка стоит, дай, посмотрим. Вот он каждый раз ему нравится, так, 6 евро она стоит. Каждый раз берет, и каждый раз она у него на один день разбивает, и все. Елочка, да, нет, искусственная. так, мы все ищем, ходим. Вот смотрите, елки тоже продают. Здесь, кстати, неплохие елки вообще продаются. Пойдем. Что нашла здесь? Рождественские календари для мальчиков. А у тебя там конфеты тоже стоят, смотрите, я думала, тут какие-то эти. Надо посмотреть вообще сзади, что там, внутри, какое наполнение. а конфетки просто, что ли? И какие-то подарочные типа эти. Такое вот. Посмотрим. Это их собственные от Баухауса. Ой, от Баумарка. Ау! Кого? Смотрите, какая красота. Вот это такое милое все. А, оно заводится еще, что ли? Красота прям, да, правда? Что там, Рома? Она на батарейках? Ну-ка, покажи. Прикольные, конечно, красивые, вот такие. Дорогие. 32, 35, вот это 29. Пошли, Ромаш. Пошли, где новогоднее все. Аж Нового года захотелось какого-то украшения, думаешь, в предвкушении сразу украшать вот это все. я надеюсь, здесь есть эти. Я же на Новый год родился. Ведерочки какие-то. Мама, а у всех людей получили деда рождения? Ну, кто, когда родился, тогда и деда рождения. Так, может быть, и на улице. Где такое может быть? Ну, чуть-чуть похолоднее, чем внутри. бочонки у нас строить. Пойдем, посмотрим. А вот это, что? Это соль здесь, стоит? Соль в ведрах по 4,89. Там что? Давид наш здесь практику проходил. От школы ему надо было. Он два раза здесь был. ему здесь кстати нравилось. Ой, цветочки пойдем посмотрим. Смотрите, какие красивые. 24 евро. Какие красивые букеты такие. Не букеты, а как они называются, господи, ведра. 24,99. Какая красота. Как-то один год Давид мне подарил. Такой вот на день рождения вот такой, ну, чуть меньше. Не такой огромный, а вот чуть меньше. Такой оранжевый, мелкий-мелкий, закрытые такие они были, когда он подарил. Потом они распустились, такие красивые были вообще. Я сначала думала, господи, Давидка, ну, зачем ты мне это ведро подарил? А потом, когда они распустились, ну, я, естественно, ему это не сказала, да? Ну, ребенок старался, купил, вот, я оценила. Потом, когда они распустились, они такие красивые были, и так долго они, в общем, цвели, это вообще на самом деле прям молодец, видно, что от души подарил ребенок. Пошли. Да, зайдем. В общем, я ничего не нашла пока что. ну что, в магазин сходили, купили все, что нужно было нам, ведерки, и теперь припарковали машину, теперь сходили в папину машину, забрали самолет, потому что Рома его там все дня оставил днем. И идем, да, куда мы идем, Роман? В гимназию пускать самолетик. В гимназию пускать самолетик. Ну, Ромка на самокате, как всегда. Папа наш решил еще немножко перед работой поспать, мы ему даем такую возможность, прогуляемся сами. У нас часок есть, через час надо будет уже быть дома, потому что нужно будет Саше сумку собрать на работу, ну и ну и ну и ну и Сашу на работу отправить, да, в ночь. А там уже, глядишь, и нам надо купаться и спать ложиться. Ну что, мы возвращаемся домой, я проболтала с мамой, пока мы гуляли уже на улице, темно. На сегодня я с вами попрощаюсь, увидимся завтра в следующем видео. всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok